По итогам первого круга чемпионата ВХЛ, ТХК остановился на восьмой строчке турнира на таблице. В активе тверетян 42 очка, заработанных в 25 встречах. Последние игры первого круга дружина провела на выезде. Сначала в Волжске подопечные Алексея Ждахина одолели Ариаду с сухим счетом 3-0. Затем тверетяне отправились в Альметьевск, где сыграли с нефтяником. Именно здесь прервалась победная серия ТХК. Команда уступила 2-3. Авторами голов стали Александр Швецов и Максим Евсеев. И третьим пунктом назначения на выезде стал Тольяттинский лед, где ТХК ждала Лада. Матч получился очень зрелищным и прошел на высоких скоростях. Вратарю тверетян Алексею Яхину работы хватало. На три пропущенных гола подопечные Алексея Ждахина ответили градом забитых шайб. В первом периоде отличился Евгений Виксна. Во втором настало время Дениса Фахруддинова, Александра Швецова и Сергея Дорофеева. В третьем игровом отрезке жару добавили Юрий Кузин и снова Александр Швецов. Кстати, последний забил свой 19-й гол в сезоне и подтвердил звание одного из лучших снайперов команды. Так из Тольятти ТХК привез победу с крупным счетом 6-3. Однако Ладу наверняка не устраивал такой расклад. И она попыталась взять реванш вчера в гостях у тверетян. В субботу на льду юбилейного ТХК на правах хозяев первым открыл счет. Однако Лада сумела собраться и сравняться. В третьем периоде команды не забили друг другу ни шайбы. В овертайме победителя тоже выявить не удалось. А в серии послематчевых буллитов удача улыбнулась гостям из Тольятти. Игра была абсолютно равной, абсолютно равной, с обоюдными шансами. В какой-то степени больше преимуществом владел соперник, но за владение инициативой очки не дают. Не дают. Довели игру до ничейного результата. Ну а буллиты, вы знаете, это, можно сказать, в какой-то степени лотерея, в которую нам сегодня повезло. Но тем не менее, я ребятам благодарен. Благодарен за то, что в отличие от последней игры, которую мы с этим же соперником проводили, установку напрочь не выполнили. Или то сегодня, собственно говоря, за исключением одной из немногих ошибок воспользовался соперник. Но по сравнению с предыдущим матчем, еще раз хочу сказать, что гораздо меньше постарались ввести ошибки до минимума. Что не могло не сказаться на итоговом счете. Две спаренные игры с очень сильным соперником. Как мы видели, комплектацию Лады – это просто бомба. Самая натуральная. Что ни фамилия игрока, то, наверное, это история. Так что другого, наверное, расчета сегодня ни той не ожидал после того, что Лада сыграла у себя дома. Они сыграли строго в обороне. Не давали нам практически ничего сделать. Ребята, конечно, старались. И, в общем-то, счет нам позволял, как можно, выиграть матчи даже в один. Надо было очень просто строго, строже собрать в обороне, что, в общем-то, нам не удалось. Но, тем не менее, видно желание ребят, видно желание выполнять, играть. Ну, вот сейчас планку подняли, сейчас задача, наверное, надо ее держать. Именно держать. Терпеть и держать. Завтра ТХК на домашнем льду бросит вызов Ариаде. А в среду будет противостоять Нефтянику. Ариаде. 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 Продолжение следует...